В музей отдела внутренних дел В музее проходят люди разного возраста. И ветераны, и школьники, и даже детсадовцы. Ирина Олейник, создатель этого музея, для каждой категории посетителей проводит разные экскурсии. У меня особые сложности, поскольку уже, когда наши молодые сотрудники здесь, это совершенно другая история страны. Я, конечно, говорю уже о становлении милиции и так далее. А вот этим ребятам, опять же, только-только основы, только задатки, только заинтересовать, дать понять, что есть такая служба. Заинтересовать юных посетителей музея удалось. Возможно, когда они станут постарше, захотят узнать еще больше о смелых милиционерах или в школе написать реферат о бербичанных героях. Вся необходимая информация в музее есть, а пока только первое знакомство. Вы знаете, сколько нашей эрбитской милиции лет? Представляете, в мае месяце нашей эрбитской милиции исполнилось 100 лет. Вот сколько, много. А первым начальником нашей эрбитской милиции был Елизарьев Евгений Андреевич. Вот, посмотрите. А малыши тут же вспомнили и улицу Елизарьевых, и автобусную остановку с одноименным названием. А еще на экскурсии они узнали, кто такой Владилен Маджаров, какую форму носили милиционеры, какие отважные и смелые люди трудились и ныне работают в полиции. Но больше всего детям понравилось держать в руках настоящее оружие. И что тебе больше всего понравилось? Оружие. Какое? Автомат и пистолет. Мальчишки и девчонки с большим интересом разглядывали пистолет Макарова, автомат Калашникова и даже примеряли на себе нелегкую амуницию полицейского. В завершении – фотография, которая станет еще одним экспонатом музея ОВД.